Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий, Александр Катунцев. Сегодня хотелось бы вернуться к обсуждению одного очень важного для города и всех одесситов документа. Речь пойдет о генеральном плане развития города. Напомню, что генеральный план – это научно обоснованный перспективный план развития города, проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территории. Я думаю, что нет никаких сомнений, что это действительно очень важный документ. Однако, несмотря на всю важность, в нем было допущено рекордное число, так сказать, технических ошибок. В связи с этим, по результатам общественных слушаний, одесситы рекомендовали Одесскому горсовету снять генплан с рассмотрения на сессии 18 июня. Представители партии и общественных организаций требуют у городской власти учитывать мнение громады при подготовке жизненно важного для одесситов проекта. Какова дальнейшая судьба генерального плана развития нашего города? Об этом мы будем говорить с гостями нашей студии и вами, уважаемые телезрители. Присоединяйтесь к нашей беседе и высказывайте свое мнение по этому поводу. Сегодня в гостях у нас депутат Одесского областного совета Михаил Шмушкович и общественный деятель Сергей Дебров. Добрый вечер, уважаемые господа. Добрый вечер. Перед началом нашей беседы я хочу напомнить телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивный опрос. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Кто защищает интересы одесситов в конфликте вокруг генплана города? Первый вариант ответа – местные депутаты. Мы назвали местные по одной простой причине, что имеется в виду и депутаты горсовета, и депутаты облсовета. Поэтому мы вот так определились – местные депутаты. В этом случае звоните по телефону номер 728-01-70. Если вы считаете, что депутаты Верховной Рады, звоните по телефону 728-01-71. Если же вы считаете, что общественные организации, в этом случае звоните по телефону 728-01-72. Дело в том, что мы исключили из этого списка мэра города, поскольку, по мнению многих экспертов, с которыми мы общаемся при составлении вопросов нашего интерактивного опроса, нынешний мэр не защищает и даже не представляет интересов одесситов вообще. И в этом конкретном случае в частности. Вопрос, чьи интересы он представляет, остается открытым. И мы, возможно, в одной из ближайших передач вернемся к его рассмотрению. Кроме того, если у вас будут вопросы к нашим гостям, непосредственно звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, уважаемые господа, я хотел бы, чтобы мы перед началом нашей беседы посмотрели сюжет на тему нашего сегодняшнего разговора. А затем мы перейдем к обсуждению этой темы. Общественная кампания «Генеральный протест» стала ответом на действия мэрии Алексея Костусева. Попытки побыстрее протолкнуть выгодный крупному бизнесу генеральный план нарушают права одесситов на управление своим городом. Если генпланом будет принято, что склоны – это рекреационная зона, они будут застроены в течение нескольких месяцев, и трассы здоровья больше не будет, там будет ездить машина. Если требования не будут приняты, и склоны пойдут под застройку, и скверы пойдут под застройку, мы не будем сидеть сложа руки. Мы уже сейчас формируем команду в 300 спартанцев. Это будут такие крепкие мужчины, которые будут защищать и склоны, и скверы, и каждое дерево от застройки, от пилы и от топоров. Общественное слушание проекта, организованное по инициативе «Снизу», избрали представителей в согласительную комиссию городского совета по обсуждению генерального плана. Когда комиссия начнет работу и начнет ли вообще, чиновники мэрии не сообщают. До сессии 18 июня остается несколько дней. Создается впечатление, что городская власть намеренно тянет время. Инициативная группа общественной кампании «Генеральный протест» отправилась за ответом в управление архитектуры и градостроительства Одесского городского совета. Начальника на месте не оказалось. За него отвечал заместитель. Вопрос о создании согласительной комиссии, безусловно, будет рассмотрен и решен до проведения сессии. Вы намерены идти к нам на встречу? Посмотрим, выполнят ли чиновники свое обещание. Причем обещание довольно уклончивое. Заместитель главного архитектора пообещал только рассмотреть вопрос. Гарантии создания комиссии нет. Независимо от того, как будут разворачиваться события в ближайшие дни, инициаторы общественной кампании «Генеральный протест» призывают Одесситов выйти утром 18 июня на Думскую площадь. Массовый митинг горожан может стать последней возможностью повлиять на решение власти. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг». Ну, в общем, вот такой вот генеральный план у нас получается. И все эти скандалы, которые связаны с этим документом, мы видели в сюжете, было об этом сказано. И дело в том, что в экспертной среде существует мнение, что накопившиеся и в самой партии регионов претензии к «Костусеву» последней попытаются снять, удовлетворив за счет Одесситов, за счет нас с вами, аппетиты всех групп влияния в партии власти. Насколько, на ваш взгляд, вероятен такой сценарий? Я, честно говоря, считаю, что вы сильно сложно пытаетесь выстроить эту концепцию. У нас есть какие-то крайности. Очень часто люди пытаются объяснить какими-то страшными заговорами очень многие события. И аппоодействие Одессского городского головы чаще объясняют его неадекватностью. Хотя, в принципе, иногда и то, и первое, и второе имеют в каком-то смысле место быть. Но я думаю, что в данном случае это сильно преувеличено одно и второе. Желание городского головы, кроме его интереса в принятии геймплана, очень просто. Это финансовый интерес. Главный его вопрос – это где мои деньги? Кроме ряда мелких кишевтов, назовем это, которые присутствуют, безусловно, в генеральном плане, есть несколько проектов, которым он имеет личное непосредственное отношение. Где-то это можно на Приморских слонах доказать напрямую, где-то это как этот гигантский проект на Черемушках, когда 9 тысяч гаражей пытаются снести и на их месте посадить жилые дома. Там такой прямой связи, к сожалению, доказать не удается. Но вот, по моему мнению, он имеет личное непосредственное коммерческое отношение к этому проекту. И вот поэтому, на мой взгляд, тут все гораздо проще, чем какой-то там великий заговор, кто-то кого-то пытается удовлетворить, просто кто-то пытается заработать денег, не больше и не меньше. Ну, возможно, и в том числе. А вы как считаете? Ну, за последние десятилетия мы привыкли к тому, что генеральный план, что он есть, что его нет, особо на удовлетворение текущих потребностей тех, кто платит деньги, это не влияет. Его генеральный план уже и исправляли, и изменяли, и отменяли изменения, и изменяли градовоснованиями. И в итоге создали нынешнюю ситуацию во многом хаотичную, во многом уже и близкую к коллапсу, по части транспорта, в частности, например, по части состояния зеленых зон, большинство из которых застроено санаториев и так далее. Поэтому я предполагаю, что мы немножко по-разному относимся к документу. Мы видим этот документ, по которому мы их будем и хотим как-то жить более-менее упорядочно. Для кого-то это просто формальный документ, который нужен для того, чтобы не попасть под действие законодательного запрета на выделение земли по строительной нужды. То есть нам нужно принять геймплан, а там разберемся. Для кого-то это для кого? Кого вы имеете? Для тех, кто занимается вопросами передачи собственности в аренду земель для строительных потребностей. Для них сейчас связаны руки именно потому, что нету государственной документации, принятой по новому закону. Из этого приходится искать их вводные пути, приходится нарушать закон местами. Это неудобно, поэтому нужно принять какой-нибудь документ, а дальше потом мы как-нибудь разберемся, как его обходить. В таком случае будет удобнее, так сказать, использовать все коррупционные схемы. Я правильно понимаю? Ну, как сказал один из депутатов городского совета, принятие генерального плана, с одной стороны, может быть, на что-то так особо не влияет, но, с другой стороны, существенно снижает издержки на захват земель, на которые уже положили глаз или руку. Я тут не совсем согласен с Сергеем. Это дело в том, что на сегодняшний день действительно у целого ряда застройщиков в связи с отсутствием генерального плана города документы стали. Но, в принципе, если мы посмотрим внимательно на ситуацию, что, во-первых, стали далеко не у всех. Яркий пример – это подстанция в парке Шевченко, которая вообще без генерального плана прекрасно начинает строиться. Есть и другие объекты. То есть, тут вопрос не наличия генерального плана, а наличия воли и возможностей, не будем говорить каких, у каких-то обыденных фирм, подтолкнуть какой-то вопрос. Да, целый ряд застройщиков в городе уверены, что генеральный план стоит буфером по целому ряду вопросов, в том числе и тех, которые нужны городу. То есть, далеко же не все строительные проекты для города в убительной эпохии. И им объясняют, что мы ваши документы пропустить не можем, потому что есть генеральный план. Ну, давайте будем реалистами. Я считаю, что как только появится генеральный план, я надеюсь, этого не будет, проекты тех фирм, которые не имеют достаточных возможностей пролабирать свой вопрос, точно так же будут стоять. И ничего принципиального в этом не изменится. Ну, так будет какая-то другая причина. Будет проблема с имельным законодательством, будут проблемы в том, что какие-то комиссии что-то не рассматривают. Принципиально ничего не изменится, потому что тот, кто может протолкнуть свой вопрос, он и сейчас их проталкивает. И генеральный план не является какой-то вот барьером в данном случае. О чем я говорю? Возможно, это будет делать проще тогда. Еще один момент. Вот как вы считаете, как отразится на судьбе генерального плана такое превходящее обстоятельство, как Евробаскет? Все мы наслышаны. Совсем скоро мы должны принимать это мероприятие здесь, в Одессе. И будет ли, кстати, означать присутствие президента на церемонии закладки строящихся под чемпионат объектов, что в генплан даже после его утверждения будут вноситься, скажем так, изменения без оглядки на документы? Ну, это яркий пример. Сейчас, насколько мне известно, разрабатывается детальный план территорий одного из районов города, где будет предусмотрен проект под Евробаскет. Под объекты, да? Да, да, да. И, как я могу видеть, оно полностью противоречит тому, что там предусмотрено генпланом. А генплан можно мне тратить пять лет. Предусмотрено не просто так, а предусмотрено потому, что действительно жизненно важно и выносить туда промышленные объекты и общественные центры. Вместо этого там будут совершенно другие объекты. Я предполагаю, что Евробаскет, так же, как когда-то Еврофутбольное 2012, будет использовано для того, чтобы, как говорится в Одессе под шум пропеллером, протолкнуть те вопросы, которые иначе не проталкиваемые, и разобрать те возможности, дай бог, если не будут бюджетные деньги, которые иначе вытащить невозможно, под какие-то вопросы, которые вообще никак не связаны. И в ситуации, как обычно, дефицита времени, цитнота и всего такого, там можно и упрощать тендерные процедуры, как мы это видели, и завышать объемы, и не мне рассказывать. Я думаю, что ситуация будет примерно такая же самая, как с Евро 2012. Одесса потеряла, как мне кажется, Евро именно из-за жадности, из-за того, что люди увидели возможность порешать свои вопросы под видом решения вопросов Евро 2012. Боюсь, как бы здесь не было такой же ситуации. Понятно, спасибо. Есть звонок от телезрителя, давайте послушаем и ответим на вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер, у меня вопрос к Михаилу Шмушкевичу. Вы только что сказали, что Костасев неадекватный человек. Как вы считаете, кто должен нести ответственность за его неадекватность? Партия региона, которая направила его на седалищий мэра, или его, собственно говоря, лечащий врач? Вы, видимо, не совсем поняли то, что я сказал. Я сказал то, что у нас принято многие действия городского головы объяснять его неадекватностью. И хотя это отчасти так, на самом деле самый главный вопрос, который движет городским головом, по моему мнению, это вопрос, где мои деньги. А неадекватность и какая-то переоценка собственных возможностей, которые, безусловно, присутствуют в какой-то степени, это уже все-таки вторично. Спасибо. Вот вы знаете, обычно я стараюсь воздерживаться от вопросов с явно риторическим уклоном. Но вот в данном случае я считаю его вполне уместным. Скажите, вот, может ли власть с уважением относиться к такого роду документа, как генплан отдельного города, если в стране не проявляется должного уважения к такому документу, как Конституция? Как вы считаете? Ну, это самый главный вопрос. Мы называем генплан строительной конституцией города, и мы надеемся, что оно как-то что-то упорядочит, как-то что-то нормализует, и хотя бы будут какие-то перспективы и для строительной, и не только для строительной отраслей. Мы будем понимать, к чему мы идем, и как мы будем уже через 10 лет. Но я повторю то, что я уже говорил, пока в этом городе и в этой стране можно безнаказанно строить на территории исторического центра города, охранной территории, строить высотные дома и не нести за это ответственность. Пока можно застраивать парки при наличии запретов законодательных, местных решений городских советов, вопреки этому строить и безнаказанно это делать. Есть городская конституция, строительный геймплан, или нет геймплана, никакой принципиальной разницы в этом нет. Это будет приложаться с той же степенью наглости, с которой будут позволять себе те люди, кто это делает, и те люди, которые это допускают. То есть мы с вами. То есть в принципе точно так же, как не уважается конституция, имеется в виду то же самое происходит и с городской конституцией, как вы ее называете, то бишь генеральным планом развития. Я не вижу причин, почему этот документ будет более уважаемый, чем документы еще более высокого уровня. Ну особенно с учетом того, что только что Сергей привел великолепный пример, то что мы понимаем, что Евробаскет, ну это то, что по крайней мере какой-то шанс одессы на получение хоть каких-то денег из центрального бюджета. Понятно, что это абсолютно нормально, что чиновники любого уровня пытаются повлечь средства на решение каких-либо проблем. И мы видим, вот самый легкий пример, самый простой. Мы видим, что район, где планируется построить целый ряд сооружений для Евробаскета, хороший он или плохой, но уже, в принципе, принято решение, что они будут там. Отсутствует в генплане. Поменять генплан сходу, как очень многие решения городского совета по закону, невозможно. То есть мы уже понимаем, что... Вы сказали, раз в пять лет вносятся изменения, да? Да. В генеральный план нельзя относить. Ну получается, если будет принять детальный план территории или градобоснования по закону, он должен будет учтен в генплане, быть в обязательном порядке. То есть, если мы 17-го учтем, примем это градобоснование, 18-го примем генплан, что-то здесь уже будет незаконно. Либо будет незаконный генплан, потому что не учел целый район города, либо будет незаконно то градобоснование. В любом случае, в правовом поле мы не находимся, и путей туда попасть пока не вырисовывается. Это же касается и общественных слушаний. Должна быть создана комиссия, должен быть срок дан на рассмотрение, достаточно длительный. Он никак не вписывается в ту контрольную дату принят генплан. То есть, еще будет работать комиссия, еще будет обсуждаться, но никого это не интересует. Законные процедуры мнения общественности, кого это вообще интересует? И дана команда 18-го принятер, голосуем, до свидания. Ну, это печально, вы знаете. Я хотел вот что спросить у вас. Дело в том, что вы в студии у нас сегодня с зеленой этой ленточкой. Что означает она? Поясните телезрителям. Те проблемы, которые заложены в генеральном плане, касаются на самом деле огромного количества диссетов. Огромного количества. И то, что то ли по нежеланию разработчиков, то ли по объективным причинам невозможно эти интересы учесть, мы с этим столкнемся в самое ближайшее время. Это и автомобилисты, и велосипедисты, и люди, которые гуляют с детьми, и люди, которые пользуются пляжами нашими, например. Только сейчас они осознают, на самом деле, чем может для них обернуться принятие такого документа. И по инициативе велосипедистов одесских, все, кто действительно считает, что генеральный план в том виде, в котором сейчас есть, не должен быть принят, предлагается им получить на трассе здоровье и привязать к велосипеду, к транспортному средству, к своей одежде, к сумке, привязать такую ленточку зеленого цвета, знак того, что мы считаем, что зеленая зона Одессы – это важнейшая часть, которая должна развиваться, должна сохраняться. Генеральный план этого не предусматривает. Знак протеста. Вот такая ленточка предложена, как символ протеста. То есть, в принципе, людей в городе с такими ленточками, можно понимать, что это люди, которые против принятия генерального плана. В том виде, в котором… Осознанно против принятия генерального плана. Вот вы знаете, я понимаю, что в подобных вопросах общественные организации, подобно правозащитникам, должны ставить перед собой не реально достижимые в данных условиях, а максимальные цели. Что касается… И все же, какие стоящие перед вами задач вы считаете выполнимыми? Уже сегодня? А какие дела, ну вот хочется верить, демократические перспективы и города, и страны? Ну, я считаю, что задача минимум, которую надо добиваться, и с учетом того, что на сегодняшний день объединились настолько разные люди, настолько разные организации, шанс на это и безусловно есть, это недопущение принятия генплана в нынешнем виде на сессии 18-го числа. Если удастся перевести эту ситуацию на обсуждение, на реальный процесс, ну, хотя бы разобраться в тех технических ошибках, назовем их так, которые в этом генеральном плане точно есть, а при том, что далеко не все, даже специалисты видели вообще все разделы генерального плана, потому что технических ошибок-то может оказаться в разы больше, это необходимо сделать. Шанс на это есть, шанс на это есть хороший, я еще раз повторюсь, такого объединения настолько разных политических сил, людей, я на своей памяти вообще не помню, поскольку как бы это уникальное событие, люди, которые практически не разговаривают друг с другом, ну, в реальной жизни или в политической жизни, то есть в партии вообще абсолютно инспектор от родины, регионалов, удара, то есть я сейчас, если просто я начну выключить всех, я просто на ком-то запнусь и кого-то просто не назову, не хочу обижать как бы людей, объединились и как бы пытаются решить хотя бы эту локальную задачу. После того, как она будет решена, я надеюсь, после этого можно будет переходить как бы к дальнейшим действиям. Не будет решена эта задача, все остальные какие-то глобальные вопросы или идеи, к сожалению, потонут в каких-то судебных исках, которые, к сожалению, можно рассматривать годами, и это, к сожалению, по моему собственному опыту, по вопросам, которые были связаны с парковкой, да, будет очень приятно там через два года выиграть это решение, которое уже пришло в Верховный суд и вернулось в Одессу, но фактически-то люди мало об этом узнают и мало почувствуют, это на своей, ну, собственно говоря, своей жизни. То есть на сегодняшний день задача максимум, она же реальная, это не допустить принятия этого генерального плана. Это ближайшая первоочередная задача на эту неделю. Если его не будет, то все наши дальнейшие планы и мысли, они будут уже касающиеся Одессы, они будут уже второстепенные, можно о них просто забывать. В городе, слава богу, есть архитекторы, которые видят дальше своего здания, которое они проектируют, и дальше своего квартала пятно застройки, которое они видят как пятно застройки. Слава богу, есть архитекторы, которые видят город целиком вместе с его проблемами. Слава богу, у нас есть кафедра градостроительства в Архитектурно-художественном институте Строительной академии, в котором есть преподаватели, в котором есть ученые, есть толковые студенты, которые видят, что такое город. И они мыслят научными категориями, научно обоснованными, они как-то стимулируемы материально или как-то еще. В городе, слава богу, есть свежие мысли, свежие идеи, обоснованные, квалифицированные, грамотные. Поэтому следующая задача будет сделать так, Задача, я считаю, что следующая должна быть. После отмены принятия мы должны переработать к гипотезу. Давайте о перспективных задачах поговорим чуть позже. Есть звонок от телезрителя. Сейчас послушаем, ответим на вопрос и продолжим нашу беседу. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хочу задать вопрос гостям в студии. Пожалуйста. Все вы хорошо расписываете, что общественное движение против принятия нового генерального плана. А что, как вы допускаете такую ситуацию, что на сессию вдруг 18 июня возьмут и в наглую примут в план? Что тогда? Спасибо. Спасибо. Ну, собственно говоря, чтобы этого не произошло и происходит это движение. Целый ряд, я же говорю, целый ряд. То есть абсолютно отталкиваемся от партийности. Представители целого ряда партий, депутаты разных фракций городского совета. Это и уже, в принципе, кто-то высказался открыто, кто-то пока еще ждет фракции, чтобы высказать на них свою позицию. Не будет единогласного добрямства. Это очевидно, поскольку далеко не все депутаты, как принято считать многими одесситами, подонки. И имеют какой-то заработок или ждут каких-то денег за то, что нажмут кнопкой. И поэтому я очень надеюсь, что во всех фракциях найдутся люди, которые, в том числе, открыто выступят против генерального плана города. Ну, хорошо. Вопрос действительно объективный был. У нас в Горсовете регионалов и, скажем так, людей, разделяющих идеологию, большинство возьмут, да и проголосуют. И что тогда? Здесь не идеологический вопрос, я уверен в этом. Если бы мы молчали, если бы, почему мы, в общем-то, выступаем сейчас, если бы мы молчали, если бы мы делали вид, что ничего не происходит, или считали, что все решено, оно бы так бы и случилось. Именно поэтому мы сегодня у вас в студии. Именно поэтому сегодня ваши журналисты были возле детечного моста и снимали это. Я хочу здесь сейчас сказать, что принять генеральный план 18-го числа в законном порядке невозможно, в принципе. В любом случае, решение, принятое там, оно будет незаконным. Да, я понимаю, это основание для обжалования, которое может длиться годами или десятилетиями, но факт останется фактом незаконности. Факт незаконного принятия документа по разграблению города. Я хочу, чтобы депутаты понимали, что они будут соучастниками этого происшествия. Раз. Второе, я не хочу говорить слово «Стамбул», но все-таки я его скажу. В Стамбуле вырубка одного парка размером с наш парк Вербереженский привела к восстанию по всей стране. Мы, конечно, еще далеки достаточно от этого, слава богу, наверное. И я думаю, что у нас еще есть не силовые способы противодействия, которые на этой неделе, я думаю, что мы еще покажем свою точку зрения. У нас еще есть какие-никакие, но все-таки выборы, у нас еще есть какие-никакие, но все-таки соображения, касающиеся рейтинга партии, политиков и так далее. Я думаю, что мы сможем еще. И я очень-очень сомневаюсь, что будет легко протолкнуть генеральный план, особенно если мы эту неделю хорошо поработаем. Ну и плюс вот то, что вы говорите, мало того, что я член фракции регионов, но я, по-моему, депутат областного совета, а не городского. Я пока не знаю нескольких депутатов от фракции партии регионов, которые в городском совете, которые абсолютно точно не будут голосовать за генеральный план развития города. Более того, еще есть очень большое количество депутатов, которые действительно колеблются. И в этом смысле та работа, которую выводят общественники, журналисты и тот митинг, который, я надеюсь, будет очень многочисленный, я думаю, что склонит их в правильную сторону. Есть вопрос, давайте ответим все-таки на вопрос телезрителя, а потом продолжим тему. И, кстати, об ответственности вы коснулись этого, было бы интересно на эту тему тоже порассуждать. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Согласно посланию президента последнему, который вот в Верховную Раду подан, следующие выборы, которые состоятся в 2015 году, это касается и местных, и президентских выборов, будут происходить по партийным открытым спискам. Бои следствия всего, что этот закон будет принят. Мне бы хотелось предупредить партию регионов. Уже сколько можно издеваться над народом? Когда выиграли очень большую группу малоимущих, оттуда, откуда не надо, других, богатых, оставили. Сколько можно строить супермаркеты на зеленых территориях? Одесса совсем недавно потеряла 3000 штук деревьев, и наоборот, их надо компенсировать, и даже еще лишнее высадить, которые люди высасывали в 50-х годах, они же сейчас уже упали, попадали. Надо компенсировать, а не вырывать деревья и строить на них вместе многоэтажки и супермаркеты, которых скоро будет больше, чем людей. Спасибо за вопрос. Я не знаю, у нас... Было, по-моему, больше выступлений, чем у нас. Выступлений, да. Но я имею в виду представитель партии регионов у нас сегодня в студии. Ну, я не знаю, если говорить о моем мнении, я действительно поддерживаю выборы партийные, выборы по открытым партийным спискам, поскольку нынешняя система, вместо того, чтобы, ну, как бы совместить хорошие стороны выборов, на мой взгляд, совместила все самое неудачное, что есть и в партийной системе выборов, и в мажоритарной системе выборов. То есть, закрытые партийные списки, ну, которые мы кушали последние годы, и то, что по поводу их выступали против, ну, всех, кто кому не лень. А выборы на мажоритарных округах превратились фактически в подкуп избирателей, и сколько бы, вот, допустим, Сергей Дебров и такие, как он, не рассказывали о том, что люди не должны так себя вести, мы живем там, где мы живем, и я думаю, что в ближайшие еще годы, дай бог, чтобы не десятилетия, выбирать будут именно по тому принципу. То есть, я не говорю о прямом подкупе, а не раздаче денег, а тому, кто вот прямо сейчас мне что-то сделает, потому что там еще неизвестно, как ты себя будешь вести, вот моя проблема, она есть сейчас, ее надо решать. То есть, это не хорошо и не плохо, а тут тяжело это анализировать, но мы к этому пришли, это факт. Поэтому лично я более чем поддерживаю идею открытых партийных списков, может быть, эта система как раз наоборот совместит не самое плохое, а хотя бы то хорошее, что есть в каждой из моделей. Если мы говорим о модели. Вернемся все-таки к вопросу об ответственности, как раз эта тема у нас возникла во время разговора, и на самом деле это отдельная тема, которая вызывает самый живой интерес наших телезрителей, это перспектива уголовного наказания за всевозможные махинации, связанные с генеральным планом развития города. Существует ли такая возможность? Известны ли вам соответствующие прецеденты? И что может грозить хорошо известным нам, всем нам персонажам имеется в виду? Прецедент есть только один. Прецедент не самый с точки зрения, наверное, истории города самый хороший. Это дело Смолера, так называемое. Это единственное дело, когда чиновника попробовали сделать крайним за решение сессии. Думаю, что в ближайшее время это дойдет до своего решения, поскольку коллективная ответственность, и человек, который выполняет коллективное решение, вряд ли может пойти надавать, по крайней мере, на юридическую ответственность за это. Я не трогаю именно де-факто ситуацию города Юра. Я думаю, что и до Юра, это хорошо это или плохо, но это факт, никто за коллективное решение депутатов отвечать не будет. Ну, я имею в виду с точки зрения уголовной ответственности. Ответственность есть политическая. Ответственность должна быть, ее очень хорошо понимают депутаты-мажоритарщики, вне зависимости от той фракции, от которой они избирались. Те депутаты, которые, допустим, избирались по партийным спискам, но которые фактически работают на земле, на каком-то округе, но которые без привязки, которые общаются с людьми и знают ответственность. Вот я же говорю, что я общался с некоторыми депутатами. Вот один из депутатов, с которым я говорил сегодня, это депутат от партии регионов. Он говорит о том, что половина моего округа, ну, пускай не половина, треть моего округа идет под снос по этому генплану. Ко мне уже пришли люди, и я никогда не смогу проголосовать за этот генплан, просто потому что никогда в этом, ну, то есть я сам живу на этом округе, мало того, а во-вторых, ну, то есть я должен как-то еще жить и общаться с этими людьми, там живут мои родители, а, ну, то есть я уже прекрасно понимаю, что меня никогда никто в этом округе не изберет в этом случае. Это, безусловно, плюс той системы, которая... Случаи единичные на самом-то деле, понимаете? И вот что касается политической ответственности, я думаю, мало кто ее боится. Тем более до следующих выборов, наверное, вот больше бы уголовное, если есть наказание за махинацию. Уголовное наказание. У нас принятие коллективного решения снимает ответственность со всех участников процесса. Теоретически, что тут может быть, это в лучшем случае, если вдруг у кого-то возникнет желание, там, кого-то прилюдно наказать, то это будет стрелочник, который готовил материал или допустил опечатку в каком-то документе. Я боюсь другого, что одним из последствий принятия геймплана, я предполагаю, усиление ползневой активности на склонах и, возможно, связанные с этим и оползни, и обвалы, и обрушения. Тогда, безусловно, сработает механизм. Инженер, который проектировал, и архитектор, главный инженер проекта, они, безусловно, будут найдены и будут наказаны. К сожалению, это будут не самые виновные в этом лица, но вот их ответственность я вполне очень даже себе предполагаю. Вплоть до уголовного. Безусловно, если потом окажется, что из-за построенного внизу здания перекрылся водосток, из-за этого через 10 лет поехало здание сверху, то может пострадать тот, который проектировал здание наверху, не предполагая о том, что Горсовет разрешит кому-то строиться внизу. То есть здесь очень печальная ситуация. Истинные виновники наказаны не будут, уголовно уж точно, кроме политической ответственности, тут нет ничего. Поэтому хочу отметить, что по инициативе комитета избирателей Украины и Одесской областной организации в рамках программы «Генеральный протест» будет проводиться адресная персональная работа с депутатами с разъяснением, что такое геймплан. Это нужно разъяснять. С разъяснением, что геймплан несет конкретно для их округа. Это нужно разъяснять. И чем это может закончиться с точки зрения отношения людей к их, к ним лично, к их партии, к их политической силе. Будем работать и в этом направлении тоже. Хорошо, поясните мне и телезрителям, почему. Потому что на самом-то деле это вопрос, который обсуждается среди простых людей, которые, может быть, не всегда понимают, что за документ такой, генеральный план, для чего он предназначен и каковы последствия его принятия. Поясните мне, я же говорю телезрителям, каким образом в этот документ, в генеральный план развития города попадают какие-то объекты? То есть на основании каких документов, как это происходит? Ведь кто-то же их туда вносит, эти документы. Кто-то же должен потом за это отвечать, как я понимаю. Михаил, а что вы знаете? Ну, тут есть несколько уровней. Если мы говорим о каких-то глобальных зонах, это вот была одна из претензий генплан, но еще при ведущем, при ведущей городской власти, на мой взгляд, не во всех, безусловно, но целый ряд частного сектора просто попало туда по глупости архитектуры. То есть почему? Потому что у нас архитекторы, особенно архитекторы, которые выросли в советское время, в советской школе, они привыкли, там не хватает какого-то показателя. Мы не можем, допустим, выполнить показатель по норме по зеленой зоне. Мы не можем выполнить какие-то транспортные показатели. Зато мы обязательно выполним показатель по соотношению садебной застройки и многоквартирной. Мы же можем его выполнить, поэтому давайте частный сектор максимально уберем. И они мыслят именно таким опытом. И в этом смысле был очень серьезный протест, который тогда возник. Это отчасти был вызван именно непрофессионализмом архитекторов, как и киевских, так и архитекторов одесских. Почему? Потому что я помню тот же Марат Касимов, который сейчас выступает по генплану. У нас когда-то на горсовете в том созыве приходил к нам на комиссию, рассказывал, как вообще недопустимо застраивать Чубаевку многоквартирными домами, какой это бред советских времен, который в нынешнем генплане есть. А потом он спокойно оказался в генплане следующего созыва. Это один момент. Справедливости ради, надо сказать, что тогда же власть пошла на диалог. Теперь второй момент, это конкретные коммерческие вопросы. То есть, опять же, архитекторы любят говорить, что вы не увидите там конкретного дома, даже район тяжело посмотреть на генпланы, очень маленькая выборка, тяжело что-то увидеть, это вообще как бы общий документ, а есть детальный план территории, который все это покажет. И это правда. Только при этом еще есть маленькая другая правда. Мы можем взять сквер в импел. Это сквер, это решение в горсовете, это сквер. Но почему-то там, внутри зеленой зоны, мы видим объект, конкретный объект с конкретными очертаниями. Мы видим несколько таких объектов на склонах, на трассе здоровья. Более того, под ноги из этих объектов уже давным-давно отведена земля. И вот я очень часто люблю говорить, что очень многие одесситы, и вот уровень протестных настроений не так высок, только потому, что люди не понимают, чем это грозит принятие, допустим, генерального плана. Вот если сейчас огородить те участки, которые уже на склонах, не городская земля, или они в долгосрочной аренде, или они вообще в собственности, и не только на склонах, еще на парках, скверах города, которые реально есть, тот же парк Юность, тот же сквер на военном спуске, возле которого мы сегодня. Если там те участки, которые не городские, которые фактически в частной собственности будут огражены, на Дунской будет десятки тысяч людей. Потому что это просто будет возмущение. Потому что не останется ни склонов, ни парков, ни скверов. Абсолютно точно. И взрыв городской будет страшный. Но на сегодняшний момент, как бы гуляя по скверу, или гуляя по парку, вообще тяжело даже додумать, что это оказывается не городская земля, что тут в любой момент может появиться запор, и как бы будет дядя, скажет, что это мое. А это уже чужое, это потеряно город. Есть звоночек, давайте ответим все-таки на вопрос телезрителя, и обязательно продолжим тему. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло? Добрый вечер. Здравствуйте. Вот вы поставили власть, я так понял, поставили ультиматум, чтобы генеральный план в таком виде не выносился на утверждение сессии. Вот была какая-то положительная реакция от городской власти? Городская власть пошла с вами на диалог? Или вас опять проигмунировали? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, от себя скажу, что было бы удивительно, если бы власть пошла бы на встречу в таком вопросе. Нет, диалога не получилось. Была разослана повестка дня сессии, в которой указан этот вопрос в повестке дня. По закону в течение 7 дней, определенного времени после окончания общественных слушаний должна быть создана согласительная комиссия. Срок остекает завтра. Сегодня инициаторы общественных слушаний пришли в управление архитектурой и спросили, где же наша комиссия. С ними так получилось, пришло человек 40 журналистов. Диалог там тоже как-то не получилось. Мы, конечно, создадим комиссию, но увидели. А может не создадим, посмотрим. Ну, я прекрасно понимаю, что стоит задача любой ценой, предполагнуть генеральный план, независимо от того, что там будет написано. Ну, это понятно. Вы говорите, было бы удивительно. Кстати, было бы абсолютно нормально, если бы диалог какой-то произошел между представителями архитектуры. Если бы не было личных коммерческих интересов, предприятия, конфликции. На самом деле, возвращаясь к предыдущему вопросу, кто давал указания разработчикам проекта, это большая тайна. Потому что одна из претензий, это то, что нет утвержденного задания на проектирование, назовем это так. Документ уровня решения Горсовета я нашел один. Это решение 2007 года, номер 1391, о том, что в генеральном плане все существующие парки и скверы должны быть сохранены. Мы получаем в итоге документ, в котором ничего этого нет. То есть, даже такое решение, оно проигнорировано. Остальные там решения исполкома, если не в основном технический характер носят. Организация партии Демократический Альянс, которая инициировала слушания, подала информационные запросы с требованием предоставить копию тех документов, которые передавались. Срок уже вот истекает, уже завтра, по-моему, последний срок подачи документов. Я не удивлюсь, если их просто нет. То есть, кто руководит политикой, кто руководит будущим города, кто дает задание вносить или иные объекты, я думаю, что мы не узнаем, потому что тайна себя велика есть. Но вы знаете, напрашивается один вариант. Знаете, как говорят, дело ясное, что дело темное. То есть, я из нашего разговора все-таки никак не могу понять. Ну, давайте я тогда, может быть, попробую объяснить проще, чтобы, может, было понятно. То есть, на сегодняшний день, фактически на коленке, почему, собственно говоря, это одна из причин, почему не весь генплан выставлялся, активно вносит изменения. Более того, если вы посмотрите тот генплан, который выставлялся последний раз одесситам, и тот генплан, который мы увидим сейчас, мы найдем там десятки отличий. Причем эти отличия в каких-то, может быть, мелочах, они положительные, а в подавляющем большинстве не носят отрицательный характер, поскольку это целый ряд коммерческих вопросов, которые не были в промежуточном варианте генплана, вдруг неожиданно там появились. Они появились только потому, что киевским архитекторам просто, извините, делать нечего, им надо принести какой-то коммерческий вопрос? Нет. Я сомневаюсь в этом, потому что понимаете. То есть понятно, что у них тоже заработок, они получили большой коммерческий заказ, тут более того, они его исправляют или делают вид, что исправляют несколько раз. Город за это платит очень немаленькие деньги, и вопрос вообще, почему это происходит, это вообще отдельный вопрос. И куда пошли сотни тысяч гривен, которые могли бы пойти на целый ряд других проблем, это отдельный вопрос. Но вопрос киевскому архитектору абсолютно все равно судьба, допустим, какого-то объекта, какого-то человека в нашем городе. А тут как раз процесс обратный, тут есть люди, которые занимаются сбором денег, целый ряд СМИ уже называли даже фамилии этих людей, эти люди занимаются этим ни год, ни два, ни при одной мэрии. А собственно говоря, и то, что я вам говорил, и продолжаю говорить, я абсолютно лично убежден, что нынешняя городская голова имеет личную коммерческую заинтересованность принятия этого документа. Просто иначе придется возвращать как минимум часть денег, которая получит, или которая планируется получить. Ну, да, наверное, так. Ну, дело в том, что документ будет вынесен на рассмотрение сессии, да, это же понятно, уже несколько дней. Посмотрим. Возможно, все. Я еще не удивлюсь, что если 18-го числа Алексей Костузев скажет, что соберет какой-то очередной митинг из работников ЖКСов, и скажет, да, ой, этот вражеский генплан, мы тут народ, мы должны это сработать и принять. Но это шанс тоже есть небольшой, но есть. Ну, хорошо. Допустим, что он будет вынесен. Известно ли вам, кто из представителей общественных организаций планирует принять участие в обсуждении проекта генплана непосредственно на сессии? То есть, подали ли они соответствующие заявки? Если да, то какой ответ был получен? По закону на сессии должен быть оглашена резолюция общественных слушаний, и должны присутствовать председательствующий и секретарь на этих слушаниях. Это те люди, которые будут однозначно. Будет ли дано слово другим представителям? Я в этом сомневаюсь. У нас неохотно предоставляется слово посторонним. Даже не все депутаты еще, в общем-то, за три года выступали с трибуны. Если только не будет комиссии с Киева, как произошло в прошлый раз, когда Сергеевич, не будучи юридически обязанным им предоставить слово, ему почему-то слово неожиданно резко предоставили, и относительно небольшой митинг составил Городского голову выйти. Я надеюсь, что в этот раз митинг будет, по крайней мере, в 10 раз больше, и желающих и внутри здания, и депутатов разного рода уровня. Я надеюсь, может быть, и депутаты Верховной Рады поддержат это выступление. Но, по крайней мере, целый ряд депутатов и Городского, и Областного Совета однозначно будут, по крайней мере, пытаться выступить на сессии и донести до людей, которых избирали люди, что необходимо не принимать этот документ. Ну, а, собственно говоря, от одесситов будет зависеть, насколько будут сильные аргументы. Потому что чем больше будет людей на Думской площади 18-го числа, тем более будут сильные аргументы тех, кто будет выступать против. Потому что иначе может сложиться впечатление у депутатов, что это кучка маргиналов, которые борются, ну, какие-то космические корабли, которые бородят просторы Вселенной, которые вообще никого не волнуют, кроме 50-ти человек, которые стоят на Думской площади. И в этом случае, как бы, решение особенно колеблющихся депутатов, которые не имеют никаких коммерческих вопросов данного принятия генплана, будет совершенно другим. Ну что ж, посмотрим. До 18-го числа осталось совсем недолго. Мы, как говорится, будем свидетелями, что там будет происходить и в сессионном зале, и на Думской. Так что поживем, увидим. Спасибо вам, что освещаете этот вопрос. Спасибо, да, за то, что вы пришли в студию. Действительно, эта тема, ну, очень важная. Я не зря говорил об этом в начале нашей программы. Время наше, конечно, подходит к концу. Мне остается только подвести итоги интерактива. Если можно, будут очень короткие комментарии, потому что времени совсем мало. Итак, я хочу напомнить вам, уважаемые телезрители, что мы вас спрашивали сегодня, как вы считаете, кто защищает интересы одесситов в конфликте вокруг генерального плана развития города? 15% телезрителей считают, что местные депутаты. Повторюсь, местные имеются в виду депутаты и городского, и областного советов. 17% считают, что депутаты Верховной Рады и подавляющее большинство наших телезрителей, 68% считают, что все-таки только общественные организации. Коротко, если можно, итоги нашего интерактива. Я хочу отметить, что сегодня, здесь и сейчас, по вопросу генерального плана, достаточное количество и местных депутатов, и депутатов народных выступают как общественные деятели. Люди, живущие в Одессе, как имеющие свою позицию, которая, может быть, не совсем покаяще совпадает с позицией фракции, но которая не стесняется общественную деятельность вести. Поэтому, как общественные деятели, я вижу, что они эффективнее на данный момент, чем депутаты. Ну и более того, мы изначально договорили, что мы убираем вообще все политические лозунги, все политические флаги, а, собственно, когда занимаемся противодействием генплана, именно как общественность. Именно поэтому удалось создать, опять же, настолько широкую коалицию. Ну, опять же, повторюсь, людей, которые обычно, в обычной нормальной жизни, вряд ли сядут вообще за один стол и даже будут разговаривать. Понятно. Спасибо большое за интересную беседу. Успехов вам. Все-таки будем надеяться, что генеральный план в таком виде не примут. Спасибо, до свидания. Спасибо. Что ж, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok